добрый день дорогие друзья с вами капля сегодня хотел бы начать небольшой блог о крещении в духе святом не сколько учения такое большое развернутое сколько определенный набор тезисов над которыми стоило бы поразмышлять каждому из нас для того чтобы понять о чем идет речь что на самом деле из себя представляет крещение в духе святом дальнейших каплях капля за каплей шаг за шагом мы с вами попытаемся дойти до сути и так сегодня я хотел бы сказать о том что крещение в духе святом это одно из важных составляющих христианской жизни духовной практики и наверное одно из самых важных для нашего служения смотрите что говорит иоанн креститель это матфея 3 глава 11 стих я крещу вас в воде в покаянии но идущий за мною сильнее меня я не достоин понести обувь его он будет крестить вас духом святым и огнем первый тезис который я хотел бы чтобы вы услышали это то что духом святым крестит иисус не апостолы не какие-то иные люди не самостоятельное какое-то знаете самокрещение когда на вас что-то там с неба сходит духом святым всегда крестит иисус это его прерогатива об этом говорит священное писание когда я слышу истории о том когда люди самостоятельно получали крещение духом святым у меня есть определенная доля скепсиса потому что невозможно получить крещение если в этом не будет задействован иисус я на сто процентов уверен что существует определенное установление для этого господь придя на эту землю он сказал что апостолы будут возлагать руки на людей и люди будут получать крещение это подтверждается книга деяния апостолов но всегда кто бы ни был посредником между крещением иисусом либо этого посредника нет когда христос непосредственно сам крестит всегда тем кто крестит является иисус христос а и и и и и и и и Продолжение следует...